Слава Богу! Сегодня 4 марта, воскресенье вечер. Сегодня утром включался я в утренней молитве с 5 часов утра по местному киевскому времени. А сейчас в 6 вечера включаюсь на вечерней молитве здесь же, в нашей Киевской архипископии. Слава Богу! Сегодня было служение, литургия. Вот об этом буду тоже говорить сегодня. Помолимся сегодня Господу, помолимся. И призываю к этой молитве верующих разных конфессий, динаминаций, религий, традиций. Пусть прославится имя Господа Иисуса Христа. Слава Богу! И вот уже в ожидании 5 минут остается. Я, наверное, чуть пораньше включу на минуту хотя бы, вот, чтобы люди уже подсоединялись. Вот. К сожалению, холодильник трещит, окно ничего. Вот. Сегодня у нас было хлебопреломление, причастие, евхаристия. Как торжество такое церковное. Тайное действие такое, таинство церковное. Слава Богу! Вот. Тоже об этом сегодня и поговорим. И я вновь прочту местописание как раз вот к размышлению нашему из первого послания Коринфянам. Ой, волнительно это. Господи, благослови нас сейчас, благослови этот предстоящий эфир. В эти минуты последний, Боже, перед эфиром, Боже, те, кто уже подсоединялся, уже есть, уже ожидают, уже кто-то трансляции. Боже, благослови, Господь, те, кто будет подсоединяться во имя Христа Иисуса. Это хлебопреломление, причастие, благослови, Боже. И в этот вечерний час также благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, слава Тебе, Боже наш, благослови, благослови. Потому что без Тебя ничего не можем сделать. Символ веры. Сегодня, кстати, пели мы тоже в церкви вместе. Верою в единого Бога Отца, Вседержителя, 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 Творца небы и земли. А, здесь будет видно, да, в трансляции. Ладно, тогда уберу. Вот сюда, наверное, здесь не будет видно, да? Ну да, надеюсь, не будет видно. Ладно. Спасибо всем огромное, кто молитвенно и финансово так поддерживает мое служение. Такое реформаторское православное евангельское служение. Да, и перед эфиром, кстати, напомню для этой записи, напомню опять, значит, свои номера телефонов, которые вы можете пополнять с территории Украины или России, и таким образом финансово участвовать в моем служении, в моих поездках, этих просветительских. В России код, значит, ну, это номер МТС. Запишите в России номер 915 код, ну, плюс 7, или восьмерка, ну, плюс 7 код России. Потом 915, 780, 48, 74, извиняюсь. Еще раз, 915, 780, 48, 74. 915, 780, 48, 74. Вот так вот, да. Вот, а номер Киевстар здесь в Украине, ну, код Украины, знаете, да? Плюс 38, вот. Вот, и сам номер диктуем, 096, потом еще раз, 96, 2, 66, 75. Еще раз, 096, 96, 2, 66, 75. Вот это номер уже у нас Киевстар. Вот, и пополняя эти номера, можете участвовать финансово также. И прошу ваших молитв святых, вот, и благословляю всех вас во имя Господне, слава Богу. Вот остается пару минут, уже меньше, я буду включаться. Слава Богу. Господи, благослови. Запускай прямой эфир. Благословен Бог наш, всегда, ныне, при снах, во веки веков, на веки вечни. Аминь. Слава Тоби, Боже наш, слава Тоби, Царю небесний, Утешителю, души истини, Что всюду, всюди, яси, И все наповняешь, Скарбе добра, И життя подателю. Ты пришел, И вселився в нас, И очистил нас, И усяко и скверни, И спас, и ты спас благи, Души наши. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Бессмертний, Слава Тоби. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Бессмертний, Слава Тоби. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Бессмертний, Слава Тоби. Слава Отцу, И Сину, И Святому Духові, И ныне, И повсякчас, И на веки веків. Аминь. Пресвята Троица, Троица помиловав ты нас, Господи очистив грехи наши, владико простив беззаконня наши, святий пришел и сцелив немочи наши имени Твого ради, Господь помиловав и простив нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духови, нині повсякчас и на веки веков. Амінь. Отче наш, що є Сина на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і простий нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сили, слава на веки. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на веки Богу святому, братья і сістры, приветствую всех, іменем Господнім. Сьогодні вечер, вечерняя молитва нашій київській архіпископії. Сьогодні було богослуження, сьогодні воскресенье, 4 марта. І на воскресному служенні сьогодні я участвував, проповедувався. Сьогодні було у нас хлебопреломлення, евхаристия, причастия. Те, хто утром, или подключались, или позже смотрели утреннюю молитву, то, я думаю, многие из вас тоже принимали участие в хлебопреломлении. И сейчас я тоже вас призываю к этому. Поэтому прямо сейчас приготовьте, если у вас есть это старание, и если вы верите в то, что Иисус Христос действительно умер за нас и воскрес для нашего оправдания. И вы готовы сейчас поразмышлять о теле и крови Христа. Добро пожаловать! Возьмите плода виноградной лозы, вот как у меня здесь хлеба. У меня в данном случае, значит, это остатки, значит, шабатней халы. Ну, плетенки по-русски. Вот. Это вот мое приготовление. А так, можете даже, если нет сока, там, вина, то просто, просто воды налейте даже. Просто воды. И возьмите хлебушка-то, неважно какого. Кстати, у нас сегодня было хлебопреломление и в харистии, и причастие. И было все так библейски. Прям вот мы опресноками причащались. Вообще у нас фактически всегда в церкви, если причастие, у нас опресноки. Но вот так вот сейчас, допустим, в домашних условиях здесь что есть уже, будем так говорить. Самое главное наше размышление сейчас, самое главное именно это, не просто качество вина или сока, а именно качество нашей веры и нашего сердца, нашего разума. Вот качество не просто хлеба, а качество действительно вот сейчас нашего этого размышления о теле, ломимом за нас, о крови Христа, которая была пролита за нас 2000 лет назад. Но которые действительно мы омыты от всякого греха. Кстати, вот я сейчас вначале прочитал, да вот, хорошо сейчас, не будет этого фона такого. Вот, прочитал вначале как раз из вот, ну то, что вот распечатывали, да, значит, нашей Киевской архиепископии. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Архиепископия Киевская, там международная. Вот так вот. Вот есть символ Виры. И вот это вот Трисвятое Паучина, что обычно мы называем православие, да. Здесь мне очень вот так вот нравится, во-первых, ну я привыкаю вот украинской мовою. Мне тоже подобается. Очень мне нравится-то. Оно певучее. Похоже на, кстати, по певучести, вот именно старый вот этот славянский язык, вот, очень похожий в певучести. Даже еще более мелодично. Оно прямо само льется просто и все. Вот, поется легко очень на украинском. На русском проще не говорить, а вот петь проще на украинском. Там даже не нужно напрягаться. Просто выдыхаешь и все, оно само поется и все. Удивительно, конечно. Это по мелодичности действительно. Ну, или самая в мире мелодичная мова язык, или же одно из самых мелодичных вообще на планете. Это точно, сто процентов. Вот, и знаете, дамы и господа, удивительно, вот, даже не просто мелодичность языка, да, мова украинской, а вот именно само построение здесь вот этих молитв, в отличие от традиционного православного исповедания, ну, как бы и молитв, молитвословов. Если у вас есть обычный традиционный православный молитвослов, издание там московского, киевского, неважно какого там, ну, традиционалистки таких, каноничного там православия, или неканоничного, или второканоничного, неважно какого. Вот вы посмотрите даже, ради интереса, вот, значит, ну, прислушайтесь, вот, когда молитва Царю Небесной, ну, молитва Духу Святому, да, вот она в православии традиционном постоянно, каждодневно читается, конечно, везде, и в храме, значит, и в утренних молитвах, в вечерних молитвах. Это, ну, очень красивая молитва. Вот, мне очень нравится, и особенно старым распевом, если, ой, это, это шикарно. Кстати, интересно было бы, вот, украинскую версию, да, именно украинский переклад, спеть именно старой напевкой. Было бы очень интересно, наверное. Вот, сейчас обычно поется в храмах так. Царю Небесный, утешитель души истины. И дальше. А раньше, вот, это старый знаменный распев. Царю Небесный, утешителю души истины. Вот это пение, вот, мне вот так нравится, вот, это старый знаменный распев, Иргийский, Демесный распевы, Дупетровская еще, Руси, и, знаете, это потрясающе. Мелодично, очень красиво. Другая была певческая культура, совершенно, конечно. Когда я поэтому приезжаю на Кавказ, я очень люблю пение грузин, вообще кавказцев пение. Потому что это пение, оно мне вот напоминает ту старую древнюю традицию певческую. Тоже вот такую вот, именно по мелодичности. Вот такая же музыкальная культура, потрясающая. А там это народная, часть народной культуры. Вот это, да, там везде поют, всегда поют. Поэтому, слава Богу за Грузию, Сакар Твелло, благоставляю Грузию, молюсь о предстоящей поездке моей в Грузию. Вот, в Руставе, Цараване, в Тбилиси, Батуми, думаю. То есть, ну, в разные города Грузии. Вот, и даст Бог, даже не недели, как я там изначально планировал, там, как в прошлой там поездке, а, наверное, на целый месяц даже, вот так вот планирую, чтобы по всей Грузии, включая даже Сванетию, даже в Сванетию, потому что наш вот этот служитель, божий служитель, священник Реваз, наш Ревазид Джонхотелли, он сам Сван со Сванетией, в общем-то, и это особенная народность, это особая культура, часть такого пестрого, кавказского, такого, знаете ли, вот, грузинского такого богатства этого, и певческого, и культурного. Слава Богу! И пусть будет благословенная страна лозы, вот. И, кстати, на всех застольях, встречах, вот, каждый вечер, там, ужин, вот, пелись песни, и первое, самое, обычно пела всегда, вот это старое пение, вот это, вот, похоже, кстати, на знамен распев, вот, песня называется «Лоза», это старая, древняя песня грузинская, еще там, 5-го, 6-го веков, то есть, вот, табу времени еще, представляете, и она до сих пор так же поется, вообще-то, уму непостижимо, вообще, как это все и сохранилось, и вот оно сейчас воспринимается народом, большей частью народа грузинского, как вот свое, народное, естественное. А потрясающие слова, там, мне Зураб переводил, пока пелось, там, вот, значит, Зураб переводил, значит, и там потрясающие слова, что, библейские слова, библейские, из Библии, из Нового Завета, что ты лоза, а мы ветви, это виноградник, и, вот, это настолько потрясающе. Слава Богу! И, дамы и господа, братья и сестры, действительно, он лоза, а мы ветви, и без него мы не можем делать ничего, действительно, как веточки сами собой не могут плодоносить, только в нем, от веточки много не требуется, только пребывать на лозе, и все, вот так вот. Спасибо, Господи. Так вот, и по поводу Трисвятого Паучина, что мы называем обычно в православии, да, я уже больше 30 лет церковно-служитель православный, и, конечно, ну, знаете ли, для меня, как бы это, ну, будем так говорить, сокровенное, родное, близкое, и вот за вот больше 30-ти летнее мое служение православное, скажу, что на сегодняшний день я вижу, что вот так более правильно, совершенно, по-православному, по-христиански именно, вот так вот провозглашать, что Царь Небесный, Царь, я молюсь такой же молитвой, Царю Небесный, то есть Царь Небесный, обращение к Богу, да, к Духу Святому, Утешителю, Утешитель Он, это действительно правда, так, Дух Истины, так оно и есть, здесь в украинском, «Що всюды еси» и все напавняешь, ну, ты еси-то, наверное, славянский еще, оборот такой, я сейчас не слышу, чтобы украинцы говорили еси, так вот, значит, но, что Он всюду присутствующий и все наполняющий собой, «Скарбе добра и життя подателю», «Сокровищница благ и жизни податель», а дальше там прошение звучало и звучит в традиционном православии таким образом, «Приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блакой души наши», «Блажа там души наши», вот, я помню, что часто в этих словах, знаете ли, вот сквозила для меня какая-то недоговоренность, знаете, какая-то вот, знаете, вот полуправда бывает хуже, чем ложь, и вот когда вот фальш какая-то, как, к примеру, звучит музыка, да, хорошая музыка, хорошее пение, и вдруг вы слышите эту фальш какую-то, вот, что-то есть фальшивое, кто-то не так играет, кто-то не так поет, и, знаете ли, вот, как я в Рязани был, вот, не так давно, значит, в Баптистской церкви там проповедовал, значит, на бутырках, и, значит, и пастор там Анатолий Ридин, он сам, его специальность, я так понимаю, гражданская, вот, значит, настройщик этих музыкальных инструментов, у него слух просто вообще потрясающий, вот, значит, он, кстати, и певчий потрясающий, он такие песни поет вообще, я вот жалею, что мало записал я его, вообще там, да почти не записал даже, он такие баптистские, православные псалмы такие поет, хорошие, потрясающие, вот, из этого сборника, песнь «Возрождение», да, где она у меня, я убрал здесь, а, вот, у меня здесь есть, а то украинский вариант, то псалмоз «Пивы», ну, здесь те же самые псалмы, многие, я узнаю их, те же самые, что и в песне «Возрождение», только они украинский, украинский переклад. Треба вчитать украинскую мову. Здесь, а, здесь и «Рождественские», ну, здесь я встречал, здесь, а, вот, «За Евангельскую мы виру», о, такой марш, такой прям, не, красивый, здесь много вот таких красивых песен, ну, вот, я заложил, вот, здесь «Великий Бог», ну, это все знают, да, там, «Великий Бог», «Когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца». А здесь вот «Великий Бог», «Коли на свит погляну, и вижу все, что ты создал рукой Творца». Я каждый цвет складал тебе по шану, и как обняв любовью Тих усих. Тоді Господь мій Дух співа тобі, як славен Ти, як славен Ти. Тоді Господь мій Дух співа тобі, як славен Ти, як славен Ти. Слава Богу, за псалмоз пивы. Вот, и, дамы и господа, какая же фальш, вот я возвращаюсь к тому, с чего начал говорить об этом, какая фальш, я раньше не понимал этого, вот честно скажу, вот, знаете, вот, ощущалось, но я не понимал, в чем же здесь недоговоренность, в чем здесь полуправда. И только вот в 96-м году, уже будучи вот, уже несколько лет в служении, как, ну, 10 лет уже тогда почти послужил, как церковнослужитель, значит, и, да, уже больше 30 лет моего стажа православного церковного служения. И вот тогда, будучи вот настоятелем храма, вот в Брянске это было уже области, как священник, который делся в Рязанске и в Брянской областях, вот, начало 90-х. И, знаете, уже в Брянской области, я помню на приходе, вот, когда Божье Слово вернулось снова в мою жизнь, я пересматривал, переглядывал все, и свою веру пересматривал, вот, и свое христианство, значит, и, знаете, я тогда обнаружил, вот, я понял, что же было фальшивого такого, недоговоренного в том, что я, о чем я молился, что я повторял молитвы эти одни и те же эти годы. И вот в молитве Царю Небесной там говорится «Приди, приди, приди». Но, вот, знаете, я осознал такую вещь, что это полуправда в чем? Что Он уже пришел. Правда в том, что Он пришел. Полуправда «Приди» — это лишь часть правды. А вся правда в том, что Он пришел уже. Он пришел уже. Вот, и мы приняли Духа Святого. Ну, а если не приняли, надо принять, да, попросить Его. Как «Господь помилуй нас», да, вот, а Господь помиловал нас уже. Вот, помиловал. Вот, это «Господь помилуй нас» — это больше, как бы, для нашего, наверное, осознание, что ли, истрезвление, что ли, прихождение в себя какого-то, что ли. Вот, действительно, вот, очухаться, одуматься, и, вот, действительно, покаяние, как поворот на 180 градусов, разворот Господа. Вот, вот, а действительность это, он уже, вот, покаяние в том заключается, чтобы, вот, принять верой то, что уже совершилось без нашего участия абсолютно еще 2000 лет тому назад на Голговском кресте, где Иисус за нас пострадал, да и весь за род людской, вообще, за все человечество, за весь мир, примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. Вот, и однажды и навсегда приобретя нам искупление вечное, и, вот, акт покаяния, это не просто даже осознание греховности, это лишь одна из многих этих, вот, составляющих этого таинства, а доминанта, все основное в этом, именно, вот, в принятии, вот, этого прощения, соглашения с тем, что, да, спасибо Господь, Ты простил меня, и я принимаю это, и я соглашаюсь с Божьей твоей волей, вот, и благодарю тебя, благодарю тебя за прощение, за милость. Поэтому, вот, здесь вот составлены уже, значит, по-новому, как бы, да, эти старые древние молитвы, но по-новому уже, вот, но я думаю, что это как раз более, я убежден уже на основании слова, что здесь более соответствует как раз тому, что говорит Библия нам, Божье Слово, сегодня, сейчас, слава Богу. Вот так вот, дамы и господа, вот, братья и сестры, вот, и сегодня было хлебопреломление, я делился также в церкви тем, что, ну, запись я выставлю чуть попозже, вы сможете их посмотреть, но действительно я делился вот именно, вот, пережитым, и делился Словом Божьим, делился откровением Слова Божьего. Я хочу прочесть вновь то, что как раз читал я из первого послания Коринф. Первое послание Коринфянам, пятая глава, седьмой и восьмой стихи. Первое Коринфянам, пять, семь, восемь, пятая глава, седьмой и восьмой стихи. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваской порока и лукавства, но сопрестниками чистоты и истины. Аминь. Вот, очистить старую закваску я вот сегодня тоже поделился тем размышлением, которое уже, ну, уже много лет тому назад, но знаете ли, оно открылось мне. Вот, я представил себе, что это, действительно, это чудо, то, к чему призывает апостол, это, ну, невозможное, но невозможное человеком, возможно, Богу. С Богом вообще, и Богу все возможно, действительно. Вот, очистить старую закваску. Представляете, значит, вот тесто уже заквасилось, и вдруг призыв такой, а теперь сделайте мне это вот, из этого же теста вот такое пресное. Невозможно. Из пресного заквасить можно сделать закваску, а вот из заквашенного уже, где процесс прошел уже, это брожение идет, значит, или прошел уже, то сделать снова пресное невозможно. Это, это сверхъестественно. Но самое интересное, Божий призыв именно такой, очистить старую закваску, и дальше интересно, дальше вообще потрясающе. Так как вы бесквасны, как, стоп, 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 он призывает очистить закваску, удалить вот это все, значит, а потом говорит, вы бесквасны. Стоп, где здесь правда? Непонятно. Поначалу-то непонятно все. Знаете ли, кажется, порой человеку. И правда в том, что Бог видит нас уже бесквасными. Да. А по поводу квасного-бесквасного, представляете, значит, если муж, допустим, жене говорит, дорогая, вот хочу пирожков, поставь тесто, пожалуйста, ну и сделай пирожки. Ну, хорошо, милый, сделаю. Поставила тесто, тесто уже там, уже дышит, уже, как говорится, бродит уже все, уже крышка поднимается, вот, уже готово тесто, все, пора уже, ну, запах дрожжевого теста уже, все, пора лепить пирожки там, вот. Вот, и вдруг муж подходит и говорит, дорогая, я что-то не хочу пирожки, передумал, сделай мне вот из пресного теста что-то, сделай мне из пресного теста, не хочу дрожжевого теста. Так, новое надо замесить? Не-не-не, вот это, то, что оно уже, уже произошло, но сделай снова мне это пресное. Ну, невозможно, знаете, вот, жена там какая-нибудь была послушная, ну, там Золушка в шоке будет, скажет, что такое невозможно вообще. Даже злая мальчика до такой, не догадалась вообще, знаете ли, до такого испытания или издевательства. Вот, но правда в том, что Бог видит нас, даже если ты, как вот такое уже поднявшееся тесто такое, пороком закваскаю, порокой лукавства, там, значит, там, закваской фарисейской, саддукейской, иродовой, и ты всеми заквасками заквашен уже, и все, и уже бродило, перебродило тесто грехами. Вот, и ты приходишь к Господу, а Господь говорит, ты бесквасен. Как? Стоп, не может быть. Да, ты бесквасен. А почему бесквасен? Почему Бог видит нас совершенными? Почему Бог видит нас безгрешными? Интересно написано. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Вот это да. То есть, Он видит меня, Сергея Журавлева, совершенно безгрешным. А я скажу, а как же вот это, у меня квасится что-то, какие-то закваски, еще споры, закваски, там, они бродят что-то. Нет. А Господь небо говорит, да, ты бесквасен. Почему? Потому что Пасха, Христос, заклан за тебя. Вот это да. И посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску и порок и лукавство, но с опресноками чистоты и истины. Кстати, в знак вот этого нашего даже послушания, послушания Божьему Слову, даже мы это в основном евхаристика совершаем, причастие на опресноках. Ну, как бы, как и библейское изначально-то оно и было, собственно, причастие Иисуса, ну, то, что мы называем Тайной Вечери, это же связано с библейскими событиями, пасхальными событиями. Само распятие Иисуса, Его воскрешение, все это связано, как раз, с библейскими праздниками, с Пасхой, Пасовер, Песохом, праздник Песох. Вот через месяц уже будет, уже следующее полнолуние, вот, и 14 Ниссана в этом году выпадает у нас на 30 марта, получается, сегодня у нас 4 марта, да, вот, а 30 марта уже будет полнолуние. Вот, 14 Ниссана в этом году, ну, 14 Ниссана всего, если считать от сотворения мира, то 5778 года уже, да, вот, шестое тысячелетие заканчивается, шутка ли? Вот так вот, и много, и мало, ну, в небесном измерении 6 дней всего, знаете ли, конец шестого дня вечереет, вот так вот. Вот, и вот интересно, что, действительно, да, ну, и 14 Ниссана, получается, это у нас 30 марта, вот, и с 30 на 31 марта, получается, с 14 на 15 Ниссана, вот, сделаем ночь бдения, проведем ночь бдения. Даст Бог, если вот получится все технически, то сделаем и с трансляцией, прямой трансляцией. Я не знаю точно еще, не уверен еще точно, где будут есть Пасху, вот, но молюсь, Бог усмотрит. Вот, вот, либо здесь, либо в России, буду, либо в Грузии. Вот, пока вот три у меня, вот, как бы, в планах места. А может быть, даже получится, даст Бог, побывать сразу в пасхальные, пресночные дни, по крайней мере, сразу вот в трех разных странах наших, получается. Вот, и хочу есть эту Пасху с вами, вот, ну, хотя бы через вот так вот, значит, онлайн. Вот, мне понравилось, как мы делали прошлую Пасху, значит, когда там застилали все, там, значит, там и ели, вот, прям на полу, так вот все там, по старинке. Вот, слава Богу. Вот, и братья с Грузии говорили, что если на Пасху, именно на пасхальную ночь, там, к ним поедут, то, значит, они обещали там барашка взять, вот, вина, хлеба, горькие травы, животное целое, запечем этого барашка, вот, значит, годовалого, значит, и вот, как бы, его за ужином уговорим. Вот, значит, и будем, вот, петь всю ночь, хвалить Господа, молиться, благодарить Бога за, вот, чудо пасхальное. Вот, и потом, вся неделя пресночная у нас, до 7-го, получается, апреля, аж идет она, да, неделя пресночная, будем хрустеть мацой, весело хрустеть мацой. Вот, и когда, да, вот здесь плохое соединение, к сожалению, прервалось у нас, но ничего, хорошо, что вот пишется на видео, вот, и, значит, я хочу, что сказать, друзья, сейчас давайте совершим, вот, хлебопреломление вместе, причастие наше Евхаристию, совершим вместе, вот, Вот, и, так, я пока отключу, вот, это как в Израиле, кто у нас там молился, раввин, вот, мессианский один раввин молился, значит, что в начале служения, говорит, достанем давайте телефоны и помолимся, Я так, ну ладно, достал телефон, так думаю, о чем будем молиться, думаю, интересно, с телефоном ни разу не молился, вот, давайте помолимся, вот, каким образом, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь и повелевший ее отключать во время служения, и все нажали, и отключают, подействовало, вот, слава Богу. Не, ну, я вообще на эфирах включаю, значит, приходят сообщения, вот, ну, перед эфиром, по крайней мере, читаю там какие-то сообщения, вот, слава Богу. Хорошо, друзья, и вот сейчас давайте вечером вновь совершим евхаристию божественную, хлебопреломление, если у вас есть маца, вино кошерное, то, конечно, достаньте, вот, если виноградный сок, как у меня, допустим, вот, значит, и просто остатки, плетенки, халы, вот, я буду есть такой сейчас, вот, такой хлеб. Вот, если нет ничего, то просто налейте воды, значит, и возьмите немного хлебушка, значит, ну, даже там ржавного, неважно какого, не качество вина или сока, значит, или хлеба, а качество нашей веры сейчас, нашего размышления о Господе, нашего размышления о крови Христа Божественной, о теле Его. Вот, и должно размышлять нам сегодня, принимая вообще, когда причастие, размышлять о том, что действительно благодатью мы спасены, и спасение включает в себя не только, вот, прощение, полное прощение всех грехов, которые были, есть или будут, да, это правда, но это еще не вся правда, это лишь половина правды, хотя очень прекрасная половина. Но есть еще и вся остальная правда, а вся остальная правда в том, что ранами Его мы исцелены даже, что Он взял на Себя не только наши грехи все, прошлое, настоящее или будущее, но и болезни, прошлое, настоящее или будущее. Взял на Себя все проклятия, прошлое, настоящее или будущее, все уродства, все убожества, все негативное взял на Себя, всякое предательство, всякую боль, все это Он взял на Себя. И сегодня, Господь, ранами Твоими я исцелен, ранами Твоими, Боже, на кого еще уповать? Только на Тебя, Боже Всебогущий, благодарю Тебя, размышляю о крови Твоей, о силе Твоей крови и о ломимом теле Твоем, Господь, Боже, смерть Господня возвещаю, доколе Ты придешь, гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь Иисус, мы ждем Тебя. И каждое хлебопреломление для нас, это как еще одно свидание, это, Боже, пред той благостовернейшей встречи последней, после которой не будет никогда разлук у нас с Тобой. Слава Тебе, Боже Святой, благослови, мы погружаемся в Тебя, в Твою сущность, Божесть Могущая, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Гряди Иисус. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный идет. Время пения настало, голубица чистая. Время пения, время любви. Спасибо, Господь, за это свидание. Спасибо, Господь, Боже, за это погружение в Тебя, Твою любовь и Твое погружение в нас, в мое сердце, в наши сердца. Спасибо, Господь, благослови, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи Божий наш. Насытил нас Ты своей кровью и плотью. Это подлинно наше питье. Это подлинно наша пища. Боже, наше каждодневное питье, наша каждодневная пища. Наше размышление о крови, наше размышление о жертве Твоей, о Голгофе. Наше размышление о теле ломимом за нас. Это жизнь наша. Боже, без этого мы не можем, просто не можем. Без этого изнемогает душа наша. Но в Тебе наша жизнь, Боже, каждодневное это проникновение в Тебя и Твое проникновение в нас. Наше познание Тебя и Твое познание нас. Души нашей, слава Тебе, Господь. Боже, святой, благословен Ты, Царь наш. Благословен Господь. От века и до века. Аминь. Братья и сестры, дорогие друзья, братья и сестрички, дочечки и сыночки, Небесного Нашего Папочки, Нашего Небесного Отца. Всех поздравляю, причастников, причастниц, с причащением святых тела и крови Христа. Причащайтесь всегда. Даже если не имеете возможности вкушать, вот буквально, как мы сейчас делали, умом своим, причащайтесь постоянно. Размышляйте каждодневно о теле и крови Христа. Причащайтесь, потому что причастие совершается не просто ртом нашим, оно совершается в первую очередь вот здесь и вот здесь. Наше причастие, Евхаристия, постоянное Евхаристия, постоянное вкушение, размышления о крови Христа. Только кровь Христа. Больше у нас нет никаких других святынь. Только кровь Иисуса Христа. Только кровью Агнца Божьего, искупленным от суетной жизни, преданным от отцов, нет других святынь у нас таких. Нет только кровь Божественной Иисуса Христа. Спасибо, Господь, за кровь святую. За Голгофу, за кровь, Мы Тебя благодарим За воскресенье Твое, За победу Твою, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю За воскресенье Твое, За победу Твою, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, Благодарю, о Дух Святой, За все я благодарю, За все я благодарю. Вместе споем, давайте. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, о Дух Святой, За все я благодарю, За все я благодарю, Благодарю, за Голгофу, За кровь, мы Тебя благодарим, За воскресенье Твое, За победу Твою, Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, о Дух Святой, За все мы благодарим, За все мы благодарим, Аминь. Евхаристия совершилась и совершается. Евхаристия, по-русски, благодарение, восхваление, это само хлебопреломление причастия, в православии мы называем еще Евхаристией. Вот это хлебопреломление как восхваление, как благодарение Господа. И пусть Бог благоставит нас. Непрестанно причащайтесь, ешьте его, пейте его, это есть подлинная его пища и наша пища, это подлинная его питье и наше питье. Слава Богу, его жизнь за нас отданная, нам переданная жизнь. Спасибо, Господь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю именем Господнем, благоставением священников. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь, 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 братья и сестры, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу всемогущему. Ну что, друзья, до завтра. Даст Бог жизни, завтра будем включаться. Утром я буду стараться тоже включать эфир в 6 утра по киевскому времени, 7 получается по московскому, и в 6 вечера, или 7 вечера по московскому, соответственно, включайтесь. Друзья, подключайтесь на вечерний эфир. С завтрашнего дня будут семинары по Слову Божьему, по истории христианства, истории Израиля, от Пурима к Песаху, к Пасхе. В течение этого месяца как раз буду об этом говорить. И о прошлом Пуриме, потому что календарный Пурим закончился в эти дни, он был в этом году рано, 1 и 2 марта, получается. 14 и 15 адара, соответственно. Поэтому у нас и Пасха тоже такая ранняя в этом году. Пусть Бог благостовит. И как раз буду говорить о схожестях этих праздников и о том, что это значит для нас, новозаветных верующих вообще, евреев и неевреев. Неважно, в какой мы национальности, культуры, если мы Библию как Божье Слово чтим, если мы Бога Израилева чтим как своего Бога, Бога Авраама Исаака Ияковлева, то действительно Бога патриархов и пророков чтим, восхваляем в своих судьбах, то действительно для нас стоит много этого узнавать. Вот. И практиковать. Слава Богу. Пусть Бог благостовит всех вас, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Шалом. Мир всем. Из города Киева. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская Православная Церковь. Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, Аллилуйя. Да, слава Богу. Вот и закончился вечерний эфир, закончил я как раз вот эту прямую трансляцию вечерней молитвы в нашей Киевской архипископии. Сейчас вот удобно, что после сразу эфира получается на Ютубе все сохраняется. Но вот единственный минус из-за скорости или перебоев здесь в интернете, скорость то нормальная, то падает. То, к сожалению, не все получается так вот сохранить, но ничего. Есть вот такая подстраховывающая запись. Я теперь делаю так, стараюсь всегда. Не всегда получается так технически, но стараюсь. Пока вроде как получается, слава Богу. Ну все, друзья, спасибо всем за внимание. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Как один батюшка там говорил с Донецка, отец Сергий говорит, Хай щастыд, цилу до Богу. Пусть, будьте счастливы. Крулосуточно, просто-напросто. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя.